Этот деревянный дом был построен еще в 1926 году. Сначала здесь располагалась администрация сельского поселения, потом библиотека, а последние лет 30 здесь находится ФАБ. Только вот условия, в которых приходится работать молодому фельдшеру, нельзя назвать идеальными. Юлия врач общей практики. Каждый день приезжает на работу из Москвы. Два года она проработала на скорой. Добрый и отзывчивый человек никому не отказывает в медицинской помощи. Благо знаний и лекарств пока хватает. Больные довольны мной, но не медпунктом. Конечно, они все возмущены тем, что в таком состоянии находится в Барвихе медпункт. Глава района Андрей Иванов считает, что ситуация, в которую попал Барвихинский ФАБ, требует срочного решения. Не может в 21 веке уборная располагаться на улице, горячая вода отсутствовать, а соседнее помещение находится в аварийном состоянии. Тем более, что больные сюда приходят постоянно. Сколько в день обращаются люди? Сейчас порядка около 5 человек. 5 человек в день? Ну, стабильные каждый день. Да, то есть одни уходят, другие как будто являются. Возраст какой? Ну, с нами все нет. Сколько жилые грани, да, которым сложно добираться в один сон. Официально ФАБ обслуживает 148 человек, хотя реально за помощью обращается на несколько сотен больше. Это дачники и незарегистрированные жители. Несколько лет назад за счет спонсоров в доме частично перестелили полы, поменяли проводку, покрасили двери. Но этого, конечно, недостаточно. Глава района считает, что ФАБ ремонтировать смысла нет. Слишком старое здание. Лучше построить новое или перевести пункт в другое место. Например, в здании администрации поселения. Здесь и прошла встреча Иванова с деревенскими жителями, которых очень волнует судьба их ФАБа. Сначала они в штыки восприняли предложение о переезде. Однако глава района сумел их переубедить. Все согласны, что деревянное прогнившее здание нет смысла ремонтировать и вкладывать туда деньги. Предлагаю рассмотреть вариант быстрый. Это сделать в здании в существующем, удобной, хорошей ФАБ, со всеми процедурными. С нас деньги в ремонт. В ходе встречи жители обсудили с Ивановым и другие проблемы деревни. Работу депутатов, отсутствие продовольственного магазина, библиотеки, свалку, устроенную на их любимые горки по ликушке. Все вопросы глава района взял под личный контроль. Что же касается ФАБа, уже совсем скоро он переедет в здание администрации поселения. Для него выделили просторное помещение на первом этаже. Есть необходимое оборудование медицинское. Все, что связано с медициной, все есть. Нам необходимо поставить перегородку, обеспечить входные группы, планировку внутреннюю, докупить какую-то мебель и привезти с ЦРБ недостающие оборудования. Все, мы готовы и ФАБ. Это очень быстрое решение и качественное. Это совершенно другой медицинский пункт. Переоборудование административного помещения ФАБ займет, по словам Иванова, не более двух-трех недель. Район уже выделил на это деньги. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...